мы на парковке перед паркинг перед парков пикинг исторический парк но наша цель сегодня пещера кизилкаба до нее отсюда полтора километра все покажу как всегда смотрите оставайтесь что каждая пещера должна обладать своим духом-хранителем просто брали выкапывали и сбрасывали урочище кизилкаба ландшафтно-рекреационный парк расположенный на территории симферопольского района площадь 102 гектара расположен на западном склоне долгоруковской елы в верховьях реки кизилкабинка что на территории добровского сельского поселения за границами населенных пунктов северо-восточнее села перевальная в границах парка расположен памятник природы кизилкоба который включает одноименный комплекс пещер река кизилкабинка имеет несколько притоков на территории парка парк имеет функциональное зонирование заповедная регулируемой рекреации стационарной рекреации хозяйственным идея создать парк возникла после съемок фильма викинг работа над высокобюджетным блокбастером режиссера андрея кровчука шла семь лет в крыму проходила часть съемок картины на месте первого в россии кинопарка викингов было построено около 30 процентов декораций фильма все они составили скандинавский борг периода 8 13 веков это большой по тем временам город постройки воссоздавались соблюдением исторической точности и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И на этой остановке я расскажу, почему не стоит трогать руками натёки Дело в том, что когда человек трогает руками натёк, он стирает кальциновую плёнку А эта плёнка помогает натёкам растеть И при частных прикосновениях это приводит к разрушению натёка Яркий пример тому Если вы обратите своё внимание на луч моего фонаря, сможете увидеть место здесь когда-то был натёк, но его разрушил человек На этой остановке мы с вами вспомнили ещё несколько названий из пелиологии Может быть, кто-то из присутствующих знает, как называется солька в пещере, которая растёт сверху На локтиле А снизу? Стройной А когда срастаются? Стройной Верно Сталагна Сталатес в переводе с греческого означает следующее за каплей И я прошу вас, запомните всю эту информацию Ведь в конце своей экскурсии я могу провести экзамен И если вы его не сдадите, я вас на всегда здесь оставлю И я представляю вашему вниманию первый большой сталагнит до сихонной части Он носит несколько названий Это гриб, сердце пещеры или плачущий гном На гриб и сердце правда похожи Но почему плачущий гном Дело в том, что на него уже не одну тысячу лет капает вода температурой 8 градусов А в Китае были такие пытки До человека капали водой И во время этих пыток люди правда плакали И ещё чуть-чуть с ума сходили А сверху над ним, откуда сейчас иногда капает вода Можно увидеть скол Когда-то там был целый сталактит Но его взяли, сломали и вынесли с пещерой Сами весь пещер на тёке правда не имеют абсолютно никакой ценности Это обычный известняк Но для пещер это очень пагубно Дело в том, что скорость роста сталактитов и сталагнитов очень маленькая И для этого этажа это всего лишь 2-3 сантиметра в тысячу лет И, к сожалению, данная эптовандализма остановится не завтра А в начале 19 века у всех сферологов стало появляться поверье Что каждая пещера должна обладать своим духом-хранителем Хозяйкой или хозяином Это должен быть первый натёк, который напоминает форму человека И в нашей пещере тоже такой есть Это хозяин Смотрите, вот длинные кучелявые волосы, глаз, нос, усы и борода Прям человеческое лицо в крови Несмотря на то, что люди себя плохо повели с пещерой и разграбили её Хозяин до сих пор благосклонно к нам относится И может нас предупреждать об опасностях, которые таит эта пещера Что это могут быть за опасности? Ну, чаще всего это внезапный поводок Тогда о том помещеньке Сухой сифон, который мы с вами миновали ещё с самого начала Полностью может затопить за 40 минут А я напоминаю, что наша экскурсия длится примерно час Можете представить, возвращаемся мы после экскурсии А там везде вода Что же тогда делать? Конечно, в таком случае я смог бы вас укрыть на более высоком В третьем этаже до туда вода сейчас не доходит Но у нас там нет освещения Именно поэтому там очень темно, очень холодно и очень грустно Не думаю, что сегодня вы готовы к подобным приключениям И чтобы не допустить таких казусов, когда мы здесь проходим У нас есть своё поверье Мы смотрим в глаз хозяину И если хозяин плачет, с глаза начинает поступать вода То мы прекращаем все экскурсии И выводим экскурсионные группы И поверьте, в этом нет абсолютно никакой мистики Это связано с тем, что над хозяином находится трещина И после обильных осадков Вода перед тем, как спуститься дальше На более низкий нулевой этаж Частично попадает в эту трещину И выходит через глаз хозяина Таких мест выхода воды в досе полной части в нашей пещере ещё несколько Но на этой остановке подобное место мы встречаем впервые И если вы не боитесь, то можете подойти чуть-чуть поближе Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А позади можно увидеть и своеобразную нишу со своим каким-то божеством Они же ниши подношения божества в виде бутылки шампанского и маленькой рюмочки И именно в этой части пещеры начинается наша галерея сказочных и не очень сказочных существ до сих уже части Для того, чтобы видеть первое создание, нужно слегка сбиться в правую сторону Смотрите, вот у вас гребень, зубы и крыло Это на вас летит Теродактиль За ним находится натек, который дети часто называют мороженое Но взрослые здесь видят только то, что поставил после себя этот Теродактиль Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok